Накануне праздника Дня Народного Единства во всех субъектах Российской Федерации написали большой этнографический диктант. В Дагестане такой площадкой стала цитадель Наринкала в Дербенте. В диктанте приняли участие министры, депутаты, спортсмены, ученые, а также члены Московского Кавказского клуба. Подробнее расскажет Гамзат Нурмагомедов. До начала диктанта еще полчаса. Волонтеры и дети в национальных костюмах с подносами с хлебом и солью, мацой и шеребетом – все в лучших дагестанских традициях. Затем гостей приветствует зажигательной лезгинкой Дербентский ансамбль национального танца «Гюнеш». Дербент встречает с солнечной погодой. После красочного открытия все участники диктанта прошли внутрь цитадели, где на открытом воздухе расставлены парты и стулья. Присоединиться к написанию бэда, то есть большого этнографического диктанта, может любой желающий. Образование, вероисповедание и гражданство не имеют значения. Главное, чтобы человек владел русским языком. Так, фамилия Нурмагомедов, Гамзат Нурмагомедович. Организатор объясняет правила диктанта. Начинается он ровно в 10.00. Тест представляет собой 30 вопросов. 20 из них одинаковые для всей страны. В 10 отражается региональная специфика. Вопросы, которые есть в этом диктанте, они показывают людям о том, что наше Отечество очень большое, многонациональное. В нем проживает множество разных народностей и национальностей. Но все мы жители одного единого государства, и это нас должно объединять. Не разделяться по признаку национальному или вероисповедному. А все мы должны ощущать себя граждане единого государства России, Российской Федерации, Российской Империи, в конце концов. И это должно вселять нас надежду на то, что наше государство, оно будет крепнуть и процветать. Вопросы касаются географии, культуры, традиций, обычаев и религий народов страны. На решение вопросов дается 45 минут. Одной из первых работу сдала депутат Народного собрания Дагестана Анна Безрукова. Мы ближе узнаем Россию, историю России. На самом деле были очень сложные вопросы, на которые приходилось задуматься и включать логику. Потому что невозможно все знать, а чисто логически уже ты понимаешь, приблизительно какой может быть ответ. Но я думаю, если ежегодно вот такие тесты будут проводиться, плюс еще, если эти тесты будут вводиться обязательными в школах, то я думаю, будут положительные плоды, мы этого получим. Мир, процветание всех народов, проживающих на территории Российской Федерации. Участники начинают сдавать работы. Большинство пишут этот диктант впервые. Многие из них узнали об акции от знакомых и коллег. Сам задумался. Надо, видимо, больше времени с книгами проводить, чем с телефоном. Мы все время находимся с телефоном, а вот такие вопросы, которые элементарно задавать, ну, вроде мы отвечали, но приходилось и думать, и попытать, и там подсказывать. Вот так вот приходилось. Очень много было познавательного. Я так думаю, что если даже человек найдет где-то эти вопросы, даже если он в гугле найдет на него ответы, и для себя даже если он заполнит все эти ответы, я думаю, что от этого тоже будет польза человеку, потому что, ну, как сказать, да, это все-таки наша страна, наша история, мы от него никуда не уйдем. И зная это все, нам будет легче как-то воспринимать друг друга. Большой этот диктант впервые был организован в прошлом году. В нем приняли участие около 100 тысяч жителей России. В этом году участвующих в разы больше. Отличие состоит в том, что акция получила статус международной. И он направлен прежде всего на то, чтобы пробудить в молодом населении, как раз вот в этой категории, прежде всего, интерес к познанию большего о соседях. Вот мы вместе живем все, и сегодня, допустим, находясь в Дербенте, мы можем писать, отвечать на вопросы в тестировании о том, как, какую, например, там, об особенностях кухни народов, коренных народов, малочисленных Северо-Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Но это же действительно интересно, то есть изучать историю, культуру, культурные особенности своих сограждан. Да, мы все один большой народ, и это действительно важно и интересно знать друг о друге и гордиться друг другом. И есть огромное пространство, которое называется общество, с положительными тенденциями, и, конечно, к сожалению, с отрицательными тенденциями. И в зависимости от того, первым долгом общества, какую информацию ребенку будет преподавать, как ее будет отсеивать учитель во время образовательного процесса, и как ее будет отсеивать реформирование, то есть, он так говорит, как бухгалтерий, говорит, отчекрыживать родитель, родитель от этого зависит. То есть мы должны работать совместно. Общество, учитель, родитель над ребенком, потому что ребенок – это продукт нашего труда. Мы должны воспроизвести того ребенка, которого мы хотим видеть. По завершении диктанта состоялся пресс-подход. Министры главы городов и районов республики поделились впечатлениями от просветительской акции и выдвинули свои предложения на будущий год. Поняли, что все-таки нам самим тоже надо углубиться в знания этнографии, углубиться в знания истории республики. И многие исторические моменты, которые имеют важное значение для нашей республики, для страны, конечно, обозначены в этих вопросах. И я думаю, что особенно для молодежи. Мы видим сейчас молодежь в этом направлении, хотя в последнее время много делается, все-таки много есть необходимости, чтобы они знали свою историю, знали своих героев. Был определенный мандраж, вспомнил студенческие годы, по некоторым вопросам, по крайней мере. Знание все-таки истории, культуры своего родного края – это тоже проявление патриотизма. Чего, может быть, все-таки не хватает нашей молодежи. У нас есть много достижений в спорте, дай бог, еще больше, но знание своей истории родного края – это важно. Поэтому мы в школах Дербента, в выпускных классах проводим занятия, посвященные тому, что мы готовим экскурсоводов по городу Дербенту. Это тоже очень важно, и вот инициатива министерства тоже правильная. Я сегодня подумала, нам нужно обязательно вместе с Министерством образования и науки разработать этнографический диктант с вопросами, да, связанными именно с народами Дагестана. Потому что нам не менее полезно больше знать друг о друге здесь, внутри Дагестана. Я думаю, мы совместно над этим поработаем. Завершился фестиваль выступления многократного рекордсмена Книги рекордов Гиннеса Амара Ханапиева. Дагестанский силач выполнял экстремально тяжелые трюки, сгибал арматуру, рвал руками двухтомники и дарил дамам сердечки из стали. Организатором торжественного мероприятия в Дербенте выступило Федеральное агентство по делам национальностей совместно с Московским Кавказским клубом. Все те, кто сегодня участвовал в диктанте, безусловно, получили некий объем дополнительных знаний. И самое главное, импульс к тому, чтобы получать эти знания в дальнейшем. Узнать о себе, о своей родине, о других народах России. Мне кажется, что в этом основная задача и она выполнена. Результаты диктанта станут известны в День Конституции России 12 декабря. Хамзанур Магомедов, Джал Магомедов, телеканал ННТ, Дербент.